Следователь-криминалист Дмитрий Крюченко рассказывает об одной из самых запоминающихся поисковых операций. История эта произошла в 2014 году. Тогда девушка поссорилась с мамой и решила убежать. На дороге поймала попутку, добралась до Москвы. Мать обратилась в правоохранительные органы. Следов никаких не было, девушку искали больше полугода. Силовики совместно с волонтерами прочесывали огромные территории. В итоге через полгода она нашлась живой, правда в состоянии сильного отравления. Пояснилось, что после того, как у нее не получилось отпраздновать свой день рождения в этом отдаленном селе Скопинского района, она на дороге поймала машину, добралась до Москвы. Там передумала, хотела вернуться, но была похищена неустановленными лицами. И полгода она была фактически в рабстве, жила в подвале. Это только одно дело из огромного архива следователей-криминалистов. Только за прошлый год несовершеннолетних искали 93 раза. Работали в связке, обособленно вести поиск не получалось, говорит Дмитрий Крюченко. МВД, ГИБДД, МЧС, Росгвардия, волонтерские отряды ищут практически все и потерявшихся чаще всего находят. К поиску пропавших детей следователи подключаются всегда. И алгоритм уже выверен. Начинают с беседы с родственниками, потом ищут цифровые следы. Если остались какие-то гаджеты, которые пропавший подросток оставил, мы, разумеется, их осматриваем. Если есть возможность посмотреть страницу в соцсетях, конечно, мы ее посмотрим. Посмотрим, кто в друзьях в интернете, на какие темы они общаются. Ну и дальше развертывается поисковое мероприятие. Как я уже сказал, это целый комплекс мероприятий. Поиски в зеленых и каменных джунглях, опрос свидетелей и другие мероприятия – это ежедневная работа следователей-криминалистов. При том, что остальные уголовные дела, понятно, никто не отменял. Тем не менее, они настойчиво идут по следу и чаще всего находят. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».